Казалось, судьбой тюрьмы на Нью-Йоркском острове Райкерс определились еще 4 года назад. Именно тогда было решено ликвидировать крупнейшие в США пенитенциарные учреждения. Однако лозунги «закрыть тюрьму» актуальны по сей день. Формальный замок на двери узилища власти Нью-Йорка готовили к 2027 году. Но, судя по всему, город потеряет контроль над Райкерс-Айленд раньше. Суд в Нью-Йорке сделал первый шаг к передаче тюремного комплекса под федеральный контроль. Как сказано, ради безопасности заключенных и самих работников тюрьмы. На острове Райкерс никто не находится в безопасности. Мы должны закрыть эту систему. И пришло время просто сказать – городу нужна помощь для острова Райкерс. Тюремному комплексу Райкерс без малого 100 лет. Численность заключенных временами доходила до 15 тысяч человек. Десятилетиями на разных уровнях говорят о бесхозяйственности и дисфункции персонала, об антисанитарных условиях содержания и росте числа смертей среди заключенных. Восемь лет назад был назначен специальный федеральный наблюдатель. И все это время в своих отчетах он подтверждает данные о плохих условиях и насилии. «Текущее положение дел трагично и неприемлемо», – заявила на первых слушаниях судья Лора Суэйн. Всем заинтересованным лицам дана возможность представить свои доводы в пользу или против идеи передать тюремный комплекс третьей стороне. Тюрьма Райкерс должна быть закрыта. Талия дважды была на острове в числе других задержанных, кто ожидает в тюрьме суда. Это и простые смертные, и те, чьи имена на слуху. В Райкерсе в свое время отметились Чепман, убийца Джона Леннона, Строс Канн, бывший глава МВФ, Вайнштейн, бывший голливудский бог. На данный момент общее количество находящихся за решеткой – 6200 человек. Когда вы прибываете туда, вы сидите в приемном отделении по 10-12 часов, ожидая медицинского освидетельствования, ожидая разрешения, чтобы попасть в общежитие. Сидите на скамейке по 10-12 часов на скамейке – это очень тяжело для психики, понимаете? Кроме того, есть немало офицеров, которые просто не выполняют свою работу. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выступает против федерального контроля и обещает, что его администрация реформирует проблемный тюремный комплекс. Но статистика не в пользу мэра. С момента инаугурации Адамса в 2022 году в тюрьме умерло 26 заключенных. Некоторые из них покончили жизнь самоубийством. Год назад Адамс назначил нового главу департамента исправительных учреждений. Тот пообещал реформы, но с тех пор подвергается критике за отсутствие прозрачности в работе. Хотя на судебных слушаниях заверил, что показатели безопасности улучшились. Часть законодателей штата Нью-Йорк подписали письмо в пользу идеи федерального управляющего. И даже в горсовете, буквально под боком у Адамса, некоторые депутаты в этом вопросе отвернулись от мэра. Департамент исправительных учреждений не может выполнять свою основную обязанность – сохранять людям жизнь. Условия ухудшаются, насилие нарастает. Это ад, это пятно на нашем городе, пятно на нашей совести. Каждой из сторон дано время до ноября представить в суд письменные аргументы по вопросу о том, следует ли отобрать контрольную тюрьмой у города и передать под федеральное управление. Юридические формальности затягивают процесс. Решение следует ждать не раньше, чем через шесть месяцев. Буквально накануне первого судебного заседания о будущем Райкерс-Айленд в тюрьме побывала группа федеральных наблюдателей. На их глазах задержанные открыто употребляли наркотики, и никаких действий со стороны охраны не последовало.